Как сделать самого настоящего радиожука из лампочки экономки? Для этого из лампочки экономки достаем дроссель. Нам потребуется вытащить из этой же лампочки транзистор. Вот такой. Потребуется один диод. Диоды тоже в лампочке экономки есть. Вот такие диодики. Ну и конечно нам потребуется микрофон и небольшая батарейка. Затем с помощью паяльника, пинцета и умения работать своими руками мы спаиваем вот такую конструкцию. Транзистор, диод, дроссель. Можно добавить резистор. И к этой конструкции, вот к этим выводам, мы должны добавить наш микрофон. Микрофон имеет полярность, поэтому есть разница как его припаивать. Сделать можно и вот так. Не обязательно все припаивать, можно просто прикрутить микрофончик на проволочке. А теперь давайте испытаем эту конструкцию с помощью обычного радиоприемника длинноволнового и средневолнового диапазона. Весь наш жучок помещается буквально на ладони и может быть спрятан в грецкий орех. Включаем радиоприемник. И включаем нашего жучка. Теперь настраиваемся на частоту вещания нашего радиопередатчика. Там, где тише всего, там и есть вещание. А теперь можно проверить, как он работает. Жучок работает. Давайте проверим диапазоны еще. Можно проверить и на самовозбуждение. Итак, радио жучок, который работает от маленькой полутора вольтовой батареечки, из лампы экономки и всего лишь одного микрофона, готов. Прослушивать его можно вот по такому радио. Продолжение следует...